Приветствую любители Москвы! Вы смотрите передачу обозрения московских храмов. Это старая Басманная улица. Мы продолжаем знакомство с храмом Басманного района. Ну и сегодня речь покажу вам вот вон ту церковь, которая называется церковь Никиты Мученика на старой Басманной. Еще иногда называются Покровскими воротами. Но это вся та же дорога. Я уже много раз об этом говорил на наших встречах, посвященных в частности храмам Басманного района. Что это одна вот эта дорога, вот эта старая Басманная улица, это часть большой дороги, которая вела от Кремля и, соответственно, в бывшие загородные села. Ну, прежде всего, в село Покровское, Рубцово-Покровское, да, в конце нынешней Бакунинской улицы. Ну и потом, после этого, в село Измайлова, там подальше, в немецкую Слободу. Вот, так что это вот большая дорога, которая сейчас разделена на несколько улиц. В частности, эта улица вот называлась Карла Маркс в советское время. Ну, сейчас ей возвратили название в 90-е годы старой Басманды. Вот, а это вот Гороховский переулок вот здесь отходит. И вот здесь вот на пересечении вот этого Гороховского переулка справа. Вот, так что здесь вот, видите, на стрелке двух переулков Гороховского, вот этого, да, вот он, видите, это как раз связано с Гороховым полем, который тут находился. Там вот подальше, видимо, как раз вот я рассказывал, когда про церковь Вознесения на Гороховом поле, вот как раз там оно где-то было. Ну и здесь вот, а здесь был путевой дворец Василия Третьего. Вот, прямо в этом здании он находился, вот, ну, часть дворца, вот это здание слева, которое. Вот, и тут же находится прямо за ним сразу вход в сад имени Баумана. Вот он, видите, я про него рассказывал, мы по нему гуляли, когда была прогулка по зеленым уголкам Москвы. И я говорил, что он сложился на основе усадебных парков, нескольких вот усадеб. Ну, а название Баумана, конечно, оно уже в советское время было. Вот, ну, и вот прямо напротив, то есть ориентир, это вот сад имени Баумана. Прямо напротив него находится как раз вот эта вот церковь Никиты Мученика, вот, которая считается одной вообще из древнейших церквей Москвы. И первая церковь здесь появилась еще в, ну, по крайней мере, в 16 веке. Вот, возможно, были даже еще и раньше церкви, но самый, так сказать, деревянный, конечно, был храм в 16 веке. Вот здесь вход находится. Это единственный вход, как вот, в принципе, можно войти в храм и на это вообще на территорию. Территория большая храмовая. Вот, тут несколько построек, в которых находится и воскресная школа, там, вроде, какое-то издательство. Ну, короче говоря, такие вот всякие там разные служебные кабинеты и так далее. Вот, ну, а вот, собственно, сам храм. Сам храм, который, вообще говоря, в принципе, центральный престол его, он посвящен Владимирской иконе Божьей Матери, которую как раз здесь встречали, вот, как раз вот тогда вот, в 16-17 века. Вот, и, в общем-то, как раз, ну, да, здесь какой-то киоск, видимо, чем-то торговали, но что-то видим потом. Вот, в общем-то, тут как раз встречали Владимирскую икону Божьей Матери, а потом ее же здесь и провожали. Вот, поэтому центральный престол, он назван в честь Владимирской иконы Божьей Матери, а в честь Никиты Мученика назван один из пределов. А почему Никиты Мученика? Потому что провожали эту икону обратно во Владимир, в город, ее отправляли в день памяти как раз Никиты Мученика, вот, который празднуется в сентябре. Вот, и поэтому решили, вот, предел посвятить Никите Мученику. Ну, а потом и саму церковь, вот, часто называют именно Никиты Мученик, хотя часто в скобках пишут и второе название Владимирское, то есть у него как бы двойное название, вот, и, ну, и более известна она все-таки как Никитская церковь или Никита Мученика. Ну, вот, как раз, видимо, предел Никита Мученика здесь, вот, создана церковь, была построена именно вот эта, да, современная церковь, она была построена в 18 веке, считается, что архиектор был Дмитрий Ухтомский, но это не точно, вот, и была она построена, соответственно, на основе еще старой церкви, вот, еще один предел, вот, это трапезная, мы сейчас идем по трапезной, ну, а там вот главный, главный алтарь, главный престол, как раз Владимирская икона Божьей Матери. Вот, тут, конечно, храм восстановлен уже, хотя в советское время был закрыт, занят складами, общежитие тут было, вот, но, понятно, внутри он во многом был, конечно, разорен, естественно, но, его даже хотели, кстати, снести, так же, как и церковь на Гороховом поле, но все-таки в итоге как-то удалось ее отстоять, ну, вроде как там наркомброс вмешался, ну, решили все-таки не трогать эти церкви, уж больно некрасивые, величественные, ну, и все-таки их оставили, понятно, их закрыли, но все-таки не снесли, оставили, и церковь на Гороховом поле, и здесь вот на старой басманной тоже. Ну, вот, это вот главный, видите, алтарь, красивый такой, позолоченный, ну, понятно, что у братства здесь, конечно же, уже во многом новое, вот, поскольку храм закрывался в этом отношении, тут уже все интерьеры, все вот иконы в основном, это, как правило, все новые иконы, да. Ну, и выглядит он уже тоже, конечно, как будто только недавно отреставрированный, отремонтированный, такое ощущение все-таки складывается, хотя, конечно, понятно, что сами стены еще, они во многом помнят еще и старые века, причем вот Дмитрий Ухтомский, он хотя и построил эту церковь, ну, в защитной степени заново, но он включил в нее еще объемы церкви 17 века, которая находилась еще до этой церкви здесь, на этом месте, вот, и, так сказать, в том числе вошли какие-то отдельные части той церкви, поэтому получилась такая очень большая распластанная церковь, вот, такой большой корабль, но такой тяжеловесный, очень, очень тяжеловесный, очень мощная такая церковь, видите, какая длинная, большая, тут, конечно, действительно реально может веститься много людей, вот, но я был во вне богослужебное время, вот, поэтому, как видите, здесь народу почти никого нет, в большей степени тут служащие, которых тоже довольно много, ну, дети, вот, воскресную школу, я видел, ходили, ну, так просто, мало ли кто, вот, но, так сказать, это, конечно, в богослужебное не бывает народу побольше, вот, ну, я думаю, тут места, в общем-то, всем хватает, потому что, видите, тут получается, как бы, такой огромный коридор, вот, идущий, так вот, прям, как амфилада такая, тут прям вот один предел, второй предел, и только потом уже, как видите, вот, мы шли, да, сначала вот он один, потом второй, третий, здесь же, кстати, церковная лавка находится, но, что интересно, что, вроде, казалось бы, такой древний храм, вот, вроде, казалось бы, так сказать, столько такая история богатая, а вот книжек об этом храме нету, то есть, вообще, вообще ничего, никаких не сувениров, вот, что-то почитать, какой-то буклет хотя бы, да, нету, ну, к сожалению, почему-то нету, бывают храмы намного более скромные, но вот о них можно почитать намного больше, а здесь фактически ничего нет, вот, что, конечно, довольно печально, но здесь вот всякие какие-то кабинеты служебные, видимо, там, может, столовая работает, наверное, да, вот, кстати, икона Матроны, прям при входе, кстати, вот, как входите, и прям сразу слева, вот здесь икона Матроны, вот, прямо около отопления, ну, и вот такая вот перспектива, ну, понятно, что, да, это, кстати, Пантелеимон тоже, великомучник и целитель Пантелеимон тоже, икона Матрона, справа Пантелеимон, вот такие очень почитаемые у нас святые, вот, ну, и вот эта территория, здесь такое вот, кстати, раньше было кладбище, его тоже, в советское время, ликвидировали, вот, ну, это такой крест над могилой, настоятеля там, забыл, как его звали, но потом посмотрим, может, это увидим еще, вот, ну, здесь, видите, такая территория, да, все, естественно, оградой, здесь тоже можно выйти, но здесь, видите, вход, он не работает, то есть, несмотря на то, что написано открыто, но на самом деле, он, вход только там, эта дверь закрыта, вот, ну, а здесь, видите, да, в общем, практически невозможно пройти, ну, может, летом можно, а так вот вдоль храма, имею в виду, ну, а так тут практически не используют вот эта территория, то здесь вся жизнь, она проходит вот здесь, вот, и дальше там в храме, ну, и вокруг там вот тоже некоторые здания, которые принадлежат тоже храму, вот, так что вот провожали до Владимирской иконы, а рядом был путевой дворец Василия Третьего, это при Василии Третьего, и вот, когда встречали, то провожали икону, и вот поэтому Владимирская икона Божьей Матери, очень древняя икона, ну, это вот, видите, это все здания, в основном, которые тоже принадлежат церкви, вот здесь, видите, вот воскресная школа, причем она считается, по-моему, чуть не самой старой, старой воскресной школы вообще всей Москвы, едва ли не первой школы вообще возникших, ну, я тут, конечно, поручиться не могу, но очень может быть, кстати, храм построен в стиле барокко, но это заметно, да, очень красивый, Елизаветинская барокко еще называют его, в 18 веке, но по, так сказать, императрице Елизавете Петровне, которая как раз тогда правила России, вот, ну, а это уже, видимо, просто обычные офисные здания, они уже к храму не относятся, судя по всему, ну, и дальше там уже тоже всякие офисы, офисы, вот тут вот усадьба Паланина когда-то была неподалеку, тоже находилась, довольно большую территорию занимала, но это уже там, вот эти все эти заняты, туда в сторону Гороховского переулка, за оградой, ну, тут такая немножко не обустроенная территория в глубине квартала, ну, так выглядит эта церковь, с этой стороны, ее даже очень трудно, как бы, вот, я попытался как-то, видите, как, ну, с трудом она прям вмещается, то есть, вот, особенно такую любительскую аппаратуру, может, конечно, там на профессиональную, там может как-то получше, но широкоформатная, там как-то все сделать, но в итоге все равно очень сложно, потому что, видите, она прям как будто несколько, два или три храма соединены вместе, настолько он весь такой вот разлапистый, такой разнесенный храм, ну, потому что он фактически во многом состоит из таких разновременных построек, то есть, поскольку Тухтомский тогда строился на 100 веке, но он объединял, как бы, еще и до этого храма, получилось, как бы, два в одном, что ли, вот, в итоге один храм, состоящий, как бы, из того, который еще был до этого, и плюс, ну, 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 и относится, он, кстати, до сих пор, по-моему, как бы, не вполне самостоятельно и приписан к Богоявленскому собору, который находится тоже тут неподалеку, и который, с которым мы уже познакомились, ну, как видите, тут скамейки, конечно, понятно, что сейчас тут все не используется, а вот летом, конечно, здесь, конечно, куда лучше, может, есть где более-менее разгуляться, ну, может, не особенно, все-таки, конечно, как видите, тоже строений довольно много, зданий разных, но все-таки погулять, конечно, можно, ну, а зимой только, разве что в храм, ну, а детям еще воскресную школу, всякие там, есть тоже, как обычно бывают, всякие встречи проводятся, там разные мероприятия иногда проводятся, вот, от храма приходят люди, ну, в основном, конечно, для детей, а вот Матфей Стаднюк, вот это, это здесь могила Матфея Стаднюка находится, довольно известная священнослужитель, кстати, в Москве, все, до новых встреч, до новых встреч.